Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 8 декабря, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Петра. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «надежный». Небесным покровителем его является преподобный Петр Галатийский, антиохийский молчальник. В V веке от Рождества Христова жил Петр. Будучи неопытным юношей, он воспылал ревностью ко Христу, и ради служения своему Господу Богу он даже оставил отчий дом и ушел в уединение. Несколько лет жил он отшельником, а после отправился в путешествие, в коем успел поклониться святым местам и прийти в Антиохию. Святой поселился в пустующем доме на окраине города. Каждую ночь он пребывал в молитве, строго держал пост и рассказывал о любви Господней всем окружающим. За подвиги свои Петр удостоился дара чудотворения. Молва о святом разнеслась по всей округе. И как-то раз на порог его вступил блаженный Феодорит, который оказался свидетелем чудесного исцеления. К Петру пожаловала несчастная женщина с дочкой. Женщина была вся белая, как снег, потому что переживала за своего ребенка и боялась, что от хвори девочек умрет. Петр прикоснулся к больной и обратился с проникновенной молитвой ко Господу. Создатель не мог оставить без ответа обращение раба своего и послал исцеление. Пораженный Феодорит не смог сдержать в себе такую новость. И вскоре все узнали о преподобном. О чудесном исцелении услышала и мать блаженного Феодорита, которая была слепа на один глаз. И, принарядившись, она отправилась к святому. Преподобный увидел ее и решил сперва исцелить ее от пристрастия к нарядам. Взяв женщину за руки, он молвил, «Все, что восхотел Господь, то сотворил. Не искажайте образа, созданного им». Слова эти так запали в сердце женщины, что она пала к ногам подвижника и умоляла помолиться об ее исцелении. Преподобный, конечно же, помог женщине. Прикоснулся рукой к ее глазу, сотворил знамение креста, и она исцелилась от болезни. Прожил святой долгую жизнь. Ей еще сотворил немало великих дел. Отошел он ко Господу мирно, будучи девяносто девятилетним старцем. А также своими молитвами с Днем Ангела Мы поздравляем Клима, Серафима, Григория, Ивана, Яна, Василия, Семена, Ярослава, Александра, Виктора, Павла и Николая. Напоминаю, что самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Дохранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok